Доброе утро! А может быть день или вечер у вас из Еревана. Я начинаю новый влог. Я сейчас иду на различные пункты выдачи забирать свои посылки. Вы знаете, что я иду заказывала посылки с теплой одеждой. И мужу я еще заказала обувь. Вот на сейчас. Так что я иду их собирать. По дороге я зайду на рынок, потому что у нас нет ни овощей, ни фруктов. В общем, решила пойти на рынок, потому что там все-таки выбор больше. Боже богу, посылки вовремя пришли, потому что у нас похолодало. Опять ночью минус 2 сегодня было. Сейчас здесь плюс 3 градуса на улице. Так что завтра это уже пойдет утепленный нормально, потому что, как я уже говорила, он уже вырос из всех теплых вещей и из курток. По дороге вот какого-то песика накормила. Я его еще вчера видела, когда здесь шла. Он играл с кем-то. И вот сейчас тоже тут... Такая луна красивая. И все розы понабрали цвет. То есть скоро они начнут цвести. Смотрите, все-все кустики с бутончиками. А у нас уже практически ноябрь, можно сказать. Блин, пакетик мне выдали. Сейчас будет до земли тащиться. А я еще в магазин хотела зайти. Ой, мама. Чуть не навернулась. Сейчас пойду через Комитасовский парк. Дошла я до Комитасовского парка. Честно говоря, мне жарко. Зря я надела сверху этот свой... Кто он там? Типа плаща. Забыла название. Вот это вот кафе Азнавур. Здесь в парке находятся. Здесь такие красивые вот эти вот хризантемы шарообразные. Скажите же, классные, да? Супер. Что-то они у них только это... В прошлом году прямо шариками стояли. А сейчас их, видать, расплющили вот эти вот другие шарики зеленые. Ой, слов нет. Здесь тоже осенняя красота. Ёлки, сосенки. Здесь у них что ли вход? Я, честно говоря, ни разу не была в этом кафе. Надо как-нибудь зайти. Говорят, здесь неплохая кухня. Вот эти цветочки здесь, в этом Комитасовском парке их много. Мои бабушки такие росли на окошечке. Выхожу из парка. И тут прямо вот это вот напрямки дорога в Ереван-Сити. А вот это вот иранское посольство. Поэтому тут вечно иранцы шаркаются. Фу, все тебя опять все попеределали. Фиг не разберешь. Тут теперь кассы убрали с центрального входа. Все с бокалушек остались. Теперь надо найти, куда сдавать сумки. У меня же мешок. Как у Деда Мороза. Сейчас я вам расскажу историю про беляши. Уже 4 дня у меня муж терроризирует Арминку, что он хочет беляшей. Вот сегодня мы с ней решили. Думаем, ладно, сделаем беляши. Приготовили заранее. Они уже там настояли сформированные. Только жарить оставалось. В этот момент он приходит и говорит такой, это не беляши. Я говорю, как не беляши-то? Беляши это он. Нет, это не беляши. Беляши должны быть треугольные. И слава тебе, Господи, что сейчас есть интернет. Потому что если он что-то в чем-то, скажем, вбил себе в голову, то его переубедить вообще невозможно. Он вбивает, видит, что это беляши. Как вы думаете, что ему надо было? Ему нужны были чебуречки. В общем, потом мы ржали 3 часа. И все равно он беляшей тоже съел. Осталось несколько штучек, 3 штучки осталось. Но потом доест, я думаю. И поскольку у меня остался фарш от беляшей, я сейчас буду делать хинкали. Первый раз в жизни ни разу не пробовала делать. Для теста нужно 300-500 грамм просеянной муки. Вот я уже просеяла. Сюда же щепотку соли. Размешиваем. Потом делаем вот эту дырдочку. И добавляем 300 миллилитров ледяной воды потихоньку. То есть чуть-чуть сюда наливаем. Размешиваем. И таким образом, пока вся мука не размокнет, поступаем. Рецепт, естественно, я высмотрела в интернете. И там написано, что как раз тесто должно получиться вот через такую крошку. То есть продолжаем вливать воду. Все, вода у меня кончилась. Сейчас в таком виде я высыплю это на стол и буду уже вымешивать руками. Тесто поначалу получилось вот таким. Оно не прилипает ни к рукам, ни к столу. Очень эластичное, плотное. Видите, обратно все восстанавливается. Сейчас его нужно завернуть в пленку, оставить где-то на полчасика. Фарш для хинкали. У меня здесь одна треть говядины, телятины. Две трети свинины, естественно, с салом. У меня здесь мелко нарезанная луковица. Ну, зелень, соль, специи по вкусу. У меня только черный перец. И главный как бы секрет вот этой хинкали. Это я смотрела уже в передаче, как это делали как-то раз. То, что здесь нужно вливать большое количество воды. И фарш должен получиться буквально полужидким. Я знаю, что в Грузии добавляют козированную минеральную воду в фарш. Но у меня ее нет. В принципе, можно добавлять и обычную. Вот так вот потихонечку добавляем. И перемешиваем. Вот такой вот получился фарш. Именно за счет большого количества воды фарша в хинкали как раз и получается вот тот знаменитый бульон, который нужно выпивать при раскусывании хинкали. Если это мясо оставить постоять, естественно, вода начнет отделяться. Поэтому перед тем, как лепить хинкали, нужно все это снова взбить. И он у вас снова станет воздушный и водительный. 20 минут прошло. Я снова перемесила тесто. Смотрите, какое красивое получилось. Гладенькое, гладенькое. Я решила взять самый замороченный рецепт. Потому как делаю первый раз и хочу, чтобы получилось вкусно. Поэтому по тому рецепту я раскатываю вот этот весь пласт толщиной 1 сантиметра. Потому что, чтобы раскатать это тесто, тут надо быть гераклом. До того тугое. Так что, всем весом наваливаемся. Ну, либо машинку надо тесто-раскаточную просто иметь. Вот, я раскатала наконец-то. Ну, слушайте, резиново. Я его раскатываю, но обратно собирается. Ну, раскатала. Сейчас это все дело нужно разрезать на квадратики примерно 4 на 4 сантиметра. И вот на этом этапе я как раз и собираюсь заморочиться. Потому что в этом рецепт, который я нашла, сделано именно так. То есть, не просто раскатали и завернули тесто. А поступаем следующим образом. Каждый вот этот пластик. Раскатываем. Слегка посыпаем мукой. Складываем. Снова раскатываем. Снова посыпаем мукой. Снова раскатываем. И, в общем, вот таким вот макаром нужно нам катать и катать, чтобы у нас получилось, как у них там написано, минимум 10 слоев. Ну, больше я и не буду, собственно говоря, делать. Десяти, я думаю, мне хватит. Все буду раскатывать в последний раз. И, следовательно, уже более-менее стараться придавать круглую форму, чтобы уже формировать сам хинкали. Все остальные квадратики я накрыла пленкой, чтобы они не заветривались. Все, раскатала я в такой пластик. Смотрите, какой классный получился. Тоненький прям и очень приятный на ощупь. Так, фарш у меня выделил воду, поэтому сейчас снова быстренько взобью. И, как в рецепте написано, нужно выкладывать грамм по 40. Я откуда знаю, что такое 40 грамм, да? Поэтому просто положу и положу в кадре, да? Вот так. Так, и теперь нужно их вот таким вот макаром в одну сторону каким-то образом умудриться залепить. И там еще в главном рецепте написано, что должно быть 19 загибов. Ой. Ну, я не такой спец, я вообще первый раз это делаю. Мне, дай бог, хоть сколько-нибудь умудриться сделать, а не 19. Так. В общем, подтянем. Ну, первый блин, как обычно, комом, да? Теперь мы вот это дело все залепляем. И надо еще вот так подвернуть в ту же сторону, в какую мы лепили. Так, формируем вот эту вот, как это называется, кто в курсе? Пенек. Подвернули. И теперь вот эту макушечку нужно срезать. Кстати, полагается же выбрасывать вот эти штуки, да? Типа за них подержался и выкинул. Но, например, я и Кристина, мы любим эти куски теста, которые без начинки. Ну, все, как-то так у меня первый получился. Сейчас налеплю уже все и покажу, что у меня вышло. Я так поняла, что необязательно вот этот вот слои делать, потому что подобный способ я что-то вот первый раз, честно говоря, слышу. Поэтому, если не охота заморачиваться, я так подозреваю, что можно просто так раскатать вот это вот тесто, да и не париться. Но мне что-то вот захотелось сегодня запариться. В общем, я уже так не по два раза делаю. Вот так, потом вот так, и у меня за раз получается четыре слоя. Кстати, знаете, легенда гласит, что самые вкусные хинкали в Ереване готовят в заведении, которое называется Туманян хинкали. Находится недалеко от оперы на улице Туманяна, что, в принципе, понятно из названия, да? И как-то раз, когда я там гуляла, я вам показывала это заведение, там перед ним еще стоит гигантский такой хинкали. Давайте посчитаем, сколько у меня получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Не получилось девятнадцать, ну ничего, я думаю, что когда я буду делать последнее, уже получится. Все, я сделала ровно половину, ну как все, не все, конечно, еще половину делать. И, честно говоря, я вот так по три штуки раскатываю, уже налопчилось, перед каждым, как я кладу мясо, немножечко подмешиваю, да, чтобы вода вошла обратно в мясо. И, я поняла, как это делать, да, чтобы было без проблем. Я боялась тянуть тесто, а тесто, оно как капроновые тряпочки, оно вообще не рвется. То есть, мы спокойно поднимаем наверх и чуть-чуть растягивая, прилепляем друг к другу. Получается, что вот по этому рецепту из полкилограмма муки и 300 миллилитров воды у меня выходит 23 штуки. Делала я вот эту половину, 12 штук, ровно полчаса. Вообще, конечно, проще было бы заказать или поехать поездить. Но я решила попробовать сделать. Сейчас главное, и, честно говоря, сколько там стоит этот один хинкаль? Где-то в районе одного доллара я бы свой не продала за доллар. Потому что настолько трудно катается это тесто. Я думаю, что, скорее всего, они это не вручную катают, а на машинках. И никакие слои они 100 будов там не делают. Я вообще не знаю, какой эффект от этих слоев получится, да. Но я завтра чую, что проснусь с болями в мышцах плечевого пояса. Так, ладно, продолжаем. Все, я полностью закончила свои хинкали. Вот эти даже, по-моему, вообще красавцы получились, да. То есть, рука набивается по-любому. В принципе, дело тренировки. А варить, кстати, их надо после всплывания 4 минуты. Так что сейчас зажду своих. Все соберутся и буду варить. Значит, вода закипела, кинула туда соль. Теперь делаем вот такую воронку. Ну, не воронку, а торнадо, короче говоря. И в этот торнадо запускаем хинкали. Для того, чтобы они друг с другом не слиплись. И теперь снова аккуратненько перемешиваем. Общее время варки должно составить примерно 10 минут. Блин, они надулись. Интересно так должно быть. Вот хинкали и готовы. Вообще порция считается, по-моему, 5 штук, насколько я в курсе. АСМР от Эда. Вкусно? Ну, можно без этих приколов? Очень вкусно. Сока хватает? Да, сока много. У него половину вытекло в тарелку. В общем, вроде как получилось, да? В общем, мой вердикт такой по поводу этих хинкали. Я не знаю, повлияло ли то, что вот это вот слоями я это все дело раскатывала. Но тесто получилось настолько, слушайте, вкусное, вкуснее, чем вот в кафе я ела, да? Эластичное, такое резиновое. И когда даже вот я его раскатывала, растягивала, одно прям как капроновая ткань тянулась. Вот. Ну, а насчет фарша я знаю, что грузины предпочитают мелкорубленный фарш. Именно они ножом это все рубят, перерубят. У меня же был фарш нерубленный. У меня был обычный фарш, но крупного помола. Вот. Так что, если вас интересует рецепт хинкали, тесто я вам однозначно рекомендую. Я не знаю, было бы так вкусно, если бы просто я вот это тесто раскатывала без всяких слоев. Но вот так, как сделала я, повторяю еще раз, это очень вкусно. Ну, а себе я приготовила вот такие вот овощные оладушки. У меня был один кабачок такой завалящий и кусок тыквы в равном количестве. В общем, я смешала кабачок с тыквой первый раз. Я так ни разу не пробовала. Оказалось, что это очень вкусно, гораздо вкуснее, чем просто если там моно кабачок. Сейчас я покажу то, что я заказала для Эда. Здесь три свитшота и куртка. Он уже все распаковал. Вообще, заказ был из трех свитшотов. Одна еще, как это называется, толстовка, которая без капюшона. Но она стоит срок отправки 3 ноября. Вот за что, какой минус в этом гэпе, да, на сайте, я имею в виду, когда покупаешь. Они свои посылки разбивают на несколько кусков. Я не знаю, наверное, это связано с наличием на ближайшем складе или неналичие, да. То есть они везут, по-видимому, из разных мест. Из-за этого вот эта посылка была в двух пакетах. И один получается еще где-то непонятно где. Даже еще у них не отправлен. В общем, ждем 3 ноября. Вот здесь, значит, я заплатила за три свитшота и куртку на 80... Сейчас вспомню сколько. 82, кажется, доллара. Да, 82 доллара. Или на наши армянские деньги это где-то 41 тысяча. Здесь, в армянском гэпе, в моле, я куплю за эти деньги только куртку. А здесь я купила куртку и три свитшота. Доставка мне обошлась в 18 долларов. Ну, то есть по-любому выгода. И при том, что здесь таких моделей может не быть. Сейчас я все достану и покажу. Первый, это вот такой вот их стандартный свитшот, темно-синяя цвета. Надпись серая. Это аппликация пришитая. Ну, тут все по стандарту, в принципе, говорить нечего. Темно-темно-синяя ткань. Изнутри начес. Очень мягкий, он не скатывается. Очень приятный к телу. У меня тоже есть свитшоты этой фирмы, как вы знаете. Размер я ему взяла М. Это у нас ростом 174. Вес у него 70 килограмм. Вот М-ка ему подошла идеально. Мужу я покупаю L в ГЭПе. Ну, свитшот же не должен облегать, да? Это же такая вещь, которую некоторые вообще на три размера больше покупают. Следующий, вот такой вот свитшот. Он удлиненный. Эта модель удлиненная. И отличается тем, что здесь нет никаких опознавательных знаков, что это ГЭП, я имею в виду, снаружи, да? И здесь эффект вот этого вот наружнего шва. Этот свитшот теплее, чем предыдущий. У него начес вот такой вот плотный, толстый, но тоже мягкий, не колючий, очень приятный к телу. Так, та была у нас производство Камбоджа. Это производство Вьетнам. И третий свитшот. Я не могу описать вот этот цвет. Вы знаете, он не бежевый, не светло-серый, не молочный. Какой-то вот такой, как будто бы, вы знаете, кофе-раф бывает, да? Вот он вот такого цвета. То есть куча молока и капелька кофе. Так, в принципе, он пошит-то по стандарту. Единственное, что у них вот... Вот это вот одна из последних моделей, когда они вот такую вот надпись своего бренда делают. И это такая прорезиненная наклеечка. Это у нас тоже Камбоджа. Изнутри то же самое, на чёсик. И вот такая вот куртка. Куртка на осень. На тёплую осень у нас, можно сказать, в Армении осень. Тёплая зимняя куртка у него. Я ему в прошлом году покупала. Она была, в принципе, тоже оверсайз. И сейчас она ему как раз. Поэтому нам нужна была именно осенняя. Потому что из осенней своей он вырос. И я взяла ему вот такую вот куртку. То есть она тоненькая. Видите? Тут совсем мало утеплителя. То есть под низ надеваешь свитшот с капюшоном. Эта куртка без капюшона и получается идеально. Куртка тоже М-ка. Производство Индонезия. Тёмно-серого цвета. Карманы на клёпочках. Здесь стёжка на кнопках. И что мне понравилось. И Эду понравилось. То, что вот эти боковые карманы. Они огромные. То есть карман начинается вот отсюда. И заканчивается вот здесь. Вот это вот всё карман. Что очень удобно. Потому что он любит всё по карманам. Расталкивает кошельки, телефоны и так далее. Ну и плюс сюда можно положить что-то. Что не должно потеряться. И изнутри она вот так вот выглядит. Я вообще посмотрела в разных магазинах в этом году. Вот такие куртки модные. С таким вот воротничком. Всё. Вот такой вот заказ. Сейчас покажу ботинки, которые я мужу купила. И вот такие вот ботинки я купила мужу. Вот этой вот фирмы. Тоже на тёплую осень. Это вот такие вот из натуральной кожи. Чёрные ботинки. 44 размера. Они идут размер в размер. Подошва довольно-таки толстая. Видите? Прошитая. Изнутри комфортная стелька. Она, знаете, на ощупь как замши. Вот такая вот стелька. И здесь особенностью этой модели является наличие текстильного язычка. Он немножечко тянется. Что очень удобно, если у человека высокий подъём. А у моего мужа высокий подъём. Вот. Понятно, что, наверное, по лужам не походишь в этих ботинках. Но он на машине ездит. Поэтому ему, в принципе, до работы с работы. Ему по лужам негде ходить. Вот. И ещё у него на пятке вот тоже вот такая штука текстильная. Я думаю, это тоже очень комфортно будет для задника. Ну, вообще, у него, честно говоря, основная часть обуви идёт вот этой вот фирмы. Она у него и летняя, и зимняя. И, в принципе, он ей очень доволен. И она комфортная и хорошо носится. Так что вот такие вот у меня сегодня были покупки. Вот такой сегодня у меня был день. Видео я буду на этом заканчивать. Кому вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Всем здоровья, удачи. Пока. И до новых встреч.